Триггером не станет ничто. Внезапной вот этой вот взрывной эскалации мы не видим признаков ее вообще появления. Мы не понимаем, почему ее надо ждать. Но что мы видим? Мы видим неуклонную, медленно движущуюся, но необратимую тенденцию. Мы ее видим, на самом деле, с осени 2014 года. Мы видели стадию эйфории в середине 2014 года. Мы видели панику и депрессию в конце 2014 года. Мы видели адаптацию к кризису 2015-2016 год. Мы видели в 2017 году первые ростки того, что потом стало протестными настроениями. Мы видели протестный 2018 год, который нам вернул, собственно, вот это именно протестное голосование, термина с 90-х, которое ровно и случилось у нас осенью прошлого года. И мы видим год 2019, год скоординированных, достаточно массовых для тех регионов, в которых это происходит, ситуативных вот этих вот городских по преимуществу протестов. Этот вид протеста и был самым распространенным. В России он уступал только трудовому протесту. по статистической частоте. Ну вот он вышел, судя по всему, как показывает Екатеринбургский пример, на некий новый уровень. В чем состоит этот новый уровень, нам еще предстоит понять. Значит, мы видим утрату доверия к существующим институтам, к действующим политикам. Тот же самый несчастный ФЦУМ, хоть и поменял свою формулировку, старую формулировку оставил. Я надеюсь, что они ничего не поломают у себя на сайте, скажу я внушительно, что они будут продолжать публиковать результаты открытого вопроса о доверии, потому что у них этот вопрос задается с шестого года. Ценностью для науки и для исследовательской деятельности являются ряды, временные ряды. Их поломать – это все равно, что сжечь архивы, это грех большой. Значит, задавайте вопрос в какой угодно форме. Любите ли вы президента так, как он заслуживает быть любимым? Рисуйте свои 196%, но оставьте данные в покое. И они должны быть доступны тем, кого это касается. Так вот, значит, уже после того, как весь этот скандал с ФЦУМом произошел, у них за неделю еще на процентный пункт снизилось доверие президенту при открытой форме вопроса. Что здесь важно? Важно то, что это ушедшее доверие, этот колобок народного доверия, который, очевидно, укатился от действующей власти, потому что вслед за снижением того, что называют президентским рейтингом, у нас пошли вниз еще два деятеля политических, которые были самыми популярными. У нас была первая тройка последние годы. Это президент, министр обороны, министр иностранных дел. Они вместе, так сказать, поднимались, президент был впереди, на благородном расстоянии от него были эти двое. Вместе они символизировали, понятно, внешнеполитический курс России, величие, военную мощь, вот это все. Втроем они и склоняются к закату. То есть мы говорим не об изменении отношения к персоналии, мы говорим об изменении отношения к повестке, к некоему вот этому комплексу, так сказать, политического самовыражения. Важно вот что. Ну, все это важно. Все, что я говорю, важно. Важно еще вот что. Колобок народного доверия укатившийся вот от этого места не прикатился пока никому. Мы не видим роста ни у кого. Ни у какого института, ни у какой группы чего-нибудь. Немножко подрастают НКО. Более или менее церковь. Нормально. Ну, к армии отношение хорошее и, скажем, к спецслужбам лучше, чем к полиции, потому что понятно, почему. Спецслужба это что-то из сериалов, а полиция это более-менее что-то близкое и знакомое. А с ФСБ мало кто имеет дело, а кто имеет дело, тот уже потом на соцопросы не отвечает. Поэтому у них есть вот этот вот имидж, который позволяет им выглядеть в глазах широкой публики лучше, чем полиция, которая всем более-менее знакома. Но это все слезы. То же самое, это очень маленькие иничтоженные цифры, никакой положительной динамики, ощутимой мы не видим. А то же самое, если там начинают людей спрашивать, каким журналистам вы доверяете, но, в обиду, никому будет сказано. Это просто пустое, абсолютно занесенное снегом кладбище. Никого там нет. Там сейчас называть, кто на первом месте, на втором, на третьем, нет смысла, потому что это цифры, трудно отличимые от статистической погрешности. Понимаете, будущее, опять же, пользуясь исторической параллелью программы «Взгляд», еще не вышло. А запрос есть очень большой. Если Федоров считает, что все надели черные очки, ну ладно, может, там планируют их лечить каким-то литием водорастворимым, но на самом деле просто осточертели нынешнее. Вот нынешнее начальство во всех сферах, в политической, в культурной, в медийной, оно надоело. Эти люди засиделись, считают наши сограждане. Вот, собственно, и весь несложный механизм. Он дает и депрессию ныне, он дает и непонимание будущего, потому что будущее рассматривается как повторение сегодняшнего дня, как некий день сурка, а день сурка не удовлетворяет. Стабильность перестала быть фетишем, люди хотят каких-то изменений, обновлений, что-нибудь такое. Любые движения в эту сторону будут встречены с очень большим оживлением и интересом. Это, конечно, открывает сцену для, ну не хочется сказать, для любого, кто на нее сможет залезть. Но неудовлетворенный запрос, он ходит по России. Это надо иметь в виду. И он неудовлетворенный во всех областях. На новое слово, на новый тип коммуникации, новый способ говорения, на новые лица, на новый вообще, скажем так, управленческий стиль, как это называется. Он принципиально не может быть удовлетворен нынешней политической системой, потому что она как раз построена на воспроизведении самой себя. Но она может попытаться имитировать что-то в этом роде. Вот эти вот наши губернаторы-технократы, это попытка довольно криво, но что-то вот такое изобразить. Как показывают результаты выборов региональных, эти самые молодые, не сильно молодые технократы, эти условные Никитины, они, в общем, легче избираются, чем старые губернаторы оригинального жанра, которые уже совсем просто не лезут ни в какие электоральные предпочтения, они уже не влезают. Суммируя, можно сказать, общество уже гораздо более зрело и взросло, чем та, по крайней мере, публичная политическая модель, которая им предлагается. Она людей не устраивает. Собственно, вопрос мой был наспирирован не тем, что я жду, когда уже из Искры наконец возгорится пламя и кто-то возьмет Кремль, а к тому, что есть очень понятный запрос телезрителей и подписчиков наших, который состоит в том, что очень бы хотелось, чтобы что-нибудь изменилось, желательно без революции, как-нибудь так. Но где же оно будет меняться? Как бы понятно, что по всей стране кипит, а когда же оно перейдет, вот это вот кипение количественное в разных местах, когда оно перейдет в некоторую качество? У нас есть звонок от Вадима из Москвы. Надеюсь, мы успеваем еще брать, взять этот вопрос. Здравствуйте, вы в эфире. Говорите, пожалуйста. Здравствуйте, вас беспокоит Вадим из Москвы. Да, слушаю вас. Вопрос к Екатерине Шульман. Да, говорите, пожалуйста. Да, вы готовы с завтрашнего дня стать президентом России? Желательно короткий ответ, да или нет? Спасибо большое. Нет, короткий ответ нет. Во-первых, никто не предлагает. Во-вторых, нам нужен не хороший человек в президенты, если вы хотели сказать мне приятное. Нам нужны конкурентные выборы. Когда у нас законодательство изменится, и можно будет регистрироваться с кандидатами, вы увидите такое разнообразие предложений, что вы вообще позабудете о тех, кто вам нравился в унылом сегодняшнем дне. Поверьте мне, Россия велика. В ней много всяких людей, которые могут претендовать на различные уровни власти. Ну и вторая вещь, которая нужна, это, конечно, распределение полномочий. Нельзя на одних выборах разыгрывать такой огромный мешок с полномочиями. Они должны быть розданы вот этой вот политической системе. Они должны быть распространены вниз по вертикали, они должны быть распространены вширь по горизонтали. Тогда, грубо говоря, не так трагически важно будет и кого в президенты выбирать.